Коллективный трудовой договор заключили на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения. Действовать он будет три года. В рамках соглашения на соблюдение социальных обязательств компания направит 1 миллиард 100 миллионов тенге. На что пойдут эти средства, директор завода рассказал министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Акиму области. Подробности в нашем материале. Сегодня на ПЗТМ работают почти тысяча человек. Для обеспечения безопасности и продуктивности на предприятии постоянно проводят модернизацию. Планируют до 2021 года увеличить объем производства в три раза. Сейчас завод выпускает продукцию на 7 миллиардов тенге в год. В течение трех лет, которые у нас ожидается подписание коллективного договора, мы планируем на 4 миллиарда, то есть провести еще одну модернизацию, тем самым выйти еще на большее производство продукции, инвестиции через Казахстан. Новое оборудование установят на самых сложных участках. Это позволит максимально автоматизировать производство. И обязательно специалисты пройдут обучение. Сегодня государство в рамках новой программы продуктивной занятости помогает компаниям в вопросе повышения квалификации кадров. Вот мы недавно только изменили программу и сказали всем работодателям платить. Значит 70% будет государство платить, 30% работодателям будет платить. Мы можем направить на обучение работников, пойдет в предприятие. Молодежь, если придет, в течение полугодия можно у вас работать. Полугода будет платить за него государство. Вот уже три года ПЗТМ работает в рамках программы дуального образования. Большое внимание здесь уделяют не только вопросу безопасности, но и комфорта. Соблюдению всех пунктов трудового договора, который принимается раз в три года. Сегодня подписывают новый документ. Согласно договору на выполнение социальных обязательств, перед работниками предусмотрен 1 миллиард 100 миллионов тенге. Сумма возросла на 350 миллионов. Заработную плату планируют увеличить на 35%. На встречу заводчане смогли задать министру и главе региона вопросы. Главная проблема у многих – отсутствие жилья. По словам руководителя предприятия, в следующем году здесь намерены построить общежитие для своих специалистов. Создание условий для производительного труда в приоритете у многих предприятий Северного Казахстана, в их числе – командитное товарищество «Мамбета ФК». Я два года работаю в компании. В сфере сельского хозяйства работали мои родители. Я пошел по их стопам, чтобы быть уверенным в будущем. Зарплаты у меня проблем нет. Всегда платят вовремя. Пенсионные отчисления тоже перечисляют. О состоянии сферы труда и социальной защиты населения в регионе говорили на встрече с работодателями. Сегодня в Североказахстанской области наблюдается положительная динамика. В целом снижена у нас задолженность по заработной плате, снижено до 20% количество по травмам. Сегодня порядка 97% трудовых договоров заключено. Та группа, которая приехала от министерства, она выявила ряд проблемных вопросов, которые сегодня мы хотели бы обсудить. Это задолженность по заработной плате. Несвоевременно североказахстанские предприятия отчисляют и обязательные социальные выплаты. Из всей задолженности основная составляет 401 миллион. И пеня по пенсионным взносам составляет 222 миллиона. В совокупности общая сумма идет до 623 миллионов. Такая же ситуация у нас идет по социальным отчислениям. 19 организаций попали в карту риска в Североказахстанской области. Выявлены в регионе и другие нарушения в организации труда. С начала года, это мая косвена, проведено 177 проверок по линии Государственной инспекции труда, при котором выявлено 382 нарушения трудового законодательства. Основными нарушениями это работа без заключения трудовых договоров. Что касается травматизма, то с начала года на рабочем месте произошли 23 несчастных случая. Пострадали 26 человек, трое погибли. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Законодательство.